Всем привет! Ребята, в этом видео будет инструкция, как импортировать кошелек Метамаска. И первый вопрос, которым вы зададитесь, это для чего вообще это делать, если можно просто создать кошелек Метамаска и использовать его для необходимых нужд. Но ответ не заставит себя долго ждать. Нам нужно импортировать кошелек для того, чтобы сохранить большие безопасности свои криптоактивы. Как это работает? Вы создаете кошелек, который будет оболочкой, и в него импортируете другой ранее созданный кошелек Метамаска. После чего, если злоумышленник добирается до сид-фразы кошелька, который является оболочкой, он абсолютно не получит доступа к тому кошельку, который импортирован, поскольку у него нету приватного ключа к этому кошельку. А фраза из 12 слов позволит открыть только тот кошелек-оболочку, на котором вы не будете хранить средства. Давайте же перейдем теперь к практической части. Я создала кошелек Метамаска, в который я буду импортировать другой кошелек. Это может быть как MyEtrWallet, так и Метамаск. Мы можем экспортировать ключ данного кошелька для того, чтобы мы могли его импортировать в другой кошелек. Нажимаем на кнопочку «Реквизиты счета». И здесь у нас выше высвечивается адрес нашего кошелька, а ниже мы можем нажать на кнопочку «Экспортировать закрытый ключ». Здесь мы вводим пароль, который мы придумывали при создании этого кошелька. Нажимаем кнопочку «Подтвердить». И, соответственно, в всплывающем окошке мы можем увидеть наш закрытый ключ. Либо же, как еще его называют, «PrivatKey». Хранить его нужно в надежном месте. В предыдущем ролике я объясняла, каким образом можно хранить приватный ключ, либо же сетфразу. Не поленитесь, просмотрите полную инструкцию по Метамаску и найдете необычные способы хранения важных паролей. На данный момент я не буду использовать ни один из этих кошельков, поэтому я могу спокойно скопировать кошелек в блокнот, чтобы дальше его импортировать в другой кошелек. Нажимаем кнопочку «Выполнено», после чего переходим в ту оболочку, которую мы создали. Жмем на правый верхний угол, нажимаем «Импортировать аккаунт». Здесь мы можем выбрать JSON-файл, либо же «PrivatKey». В нашем случае «PrivatKey» – это закрытый ключ, который и есть набором количества символов. Вбиваем его в строку, нажимаем кнопочку «Импорт» и вуаля, у нас появился импортированный кошелек внутри еще одного кошелька. Вот здесь стоит пометочка, что он импортирован, и если вдруг злоумышленник овладеет фразой из 12 слов в первом кошельку, то когда он у него зайдет, он не увидит вот этого второго импортированного кошелька, и, соответственно, ничего не сможет сделать с вашими криптоактивами. Вот для чего необходимо использовать импортированные кошельки. Вы можете проделывать это не только с MetaMask, а также с EtterWallet. До скорых встреч в новых полезных роликах. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте колокольчик и ставьте лайки за старания.